Здравствуйте, дорогие мои! Если видно, слышно, ставим плюсик. Отлично, отлично! Очень по вас соскучилось. Замечательно, что вы меня видите и слышите. Я приглашаю вас на сегодняшний урок русского языка. На прошлом занятии мы с вами говорили о наречиях, о том, какие грамматические характеристики оно имеет, какие разряды наречий выделяют и так далее. Сегодня мы с вами продолжим изучать наречия, но подойдем к ним немножко с другой стороны и поговорим о том, как они образуются. Надо сказать, что наречия, как и другие части речи, на протяжении развития нашего языка постоянно пополняли словарный запас нашего, извините за тавтологию, русского языка. Одними из самых древних наречий являются наречия куда, туда, сюда, которые на самом деле по одной из версий образовались от местоимений. Ну, по крайней мере, на начальных этапах они выполняли функцию сходную с функцией местоимений, то есть функцию дектическую. Как мы помним, это функция указательная. В древнерусском языке наречий было значительно меньше, чем в современном, но до нас дошли вот те самые древние, старые наречия, мы ими пользуемся, их достаточно много. Конкретно в древнерусском языке начали образовываться наречия при помощи соединения какой-то подержанной формы существительного, например, предлога. Извините, предлога, да, это могли быть соединения предлога и предлагательного, ну и так далее. На самом деле наречия образуются весьма причудливым образом. И сегодня мы подробно, я надеюсь, насколько нам хватит времени, поговорим об этом. Итак, ну, для того, чтобы начать говорить о способах словообразования на речи, мы должны вспомнить, какие же у нас способы словообразования вообще бывают. Ну, как правило, выделяют три большие группы. Первая группа – это морфологический способ, то есть такое образование слов при помощи словообразовательных морфем, то есть приставочек, суффиксов. Иногда это бывают постфиксы или межморфемные гласные, о, извините, гласные, да, которые являются соединительными. Вторая группа – это сращение или слияние. И третья группа – это переход из одной части речи в другую. Я думаю, что для вас каждая из этих групп не является новой. Вы с ними, скорее всего, уже знакомились. И мы поподробнее сейчас остановимся на морфологических способах образования слов. Итак, первый способ – префиксальный. Да, префиксальный или приставочный. Префикс – это другое название приставки. Второй способ – это суффиксальный способ. При этом способе слова образуются при соединении суффикса к основе. Приставочно-суффиксальный способ. По-другому он иногда называется префиксально-суффиксальный. Так вот, приставочно-суффиксальный способ характеризуется тем, что одновременно к основе прибавляется и приставка, и суффикс. Бессуффиксный способ или способ нулевой суффиксации. Иногда его называют бессуффиксальным способом. Он интересен тем, что от слова отсекается какая-то часть, конкретно, скорее всего, суффикс. Сегодня мы об этом способе говорить не будем, потому что для наречий он не является характерным. Но в качестве примера я могу привести слово «выход». Слово «выход» образовано от глагола «выходить» при помощи способа нулевой суффиксации, то есть отсечением суффикса у глагола. Таких слов очень много в русском языке. В основном, конечно, они образуются от глаголов. Это существительно образованы от глаголов. Ну и последний морфологический способ отсложения. Мы к нему сегодня еще вернемся. Итак, ну давайте посмотрим поподробнее на то, как образуются наречия. Первый способ – приставочный. Я буду пользоваться этим словом. Оно более простое в произносительном смысле. Итак, приставочный способ характеризуется тем, что к слову прибавляется приставка. То есть слово не претерпевает никаких изменений, кроме присоединения приставки. Давайте посмотрим. Нельзя, да нельзя. Всегда, навсегда. Вне, извне. Всюду, отовсюду. Как мы видим, у слов «да нельзя», навсегда, извне, отовсюду, мы можем отсечь приставку, и мы получаем слово, привычное нашему слуху. Вот приставочный способ всегда не предполагает изменения части речи. То есть если у нас изначально было наречие, то при помощи приставки у нас образуется новое слово, да, с каким-то другим значением, но тоже наречие. Если изначально у нас было прилагательное, например, приятный, мы прибавляем приставку «не» и получаем слово «неприятный». Прилагательное, прилагательное. Это способ достаточно продуктивный, но самое главное, помните, часть речи не меняется. Это очень важно, и как раз это поможет вам избежать ошибок при определении способа образования слова. Еще одним таким продуктивным, продуктивными приставками в этом способе бывают приставки «не» и «не», которые образуют отрицательное наречие от относительных наречий. Вот у нас есть относительное наречие «куда», «когда», «зачем», «откуда», «где», «как». Прибавляем к ним отрицательные приставки «не» и «не», и, соответственно, получаем «некуда», «некогда», «незачем», «ниоткуда», «нигде», «никак». При этом обратите внимание, когда ударение падает на приставку, у нас пишется буква «е». Когда ударение не падает на приставку, у нас пишется буква «и». «Некуда», «некогда», «незачем». Здесь мы не ошибемся. Мы слышим, что там пишется буква «Е». А вот в словах «ниоткуда», «нигде», «никак» мы можем сделать ошибку, потому что ударение на приставку не падает. И тогда мы вспоминаем правило. Нет ударения, пишем приставку «Ни». Я постоянно хочу назвать их частицами. Поправляю себя сама и от этого немножко запинаюсь. Я думаю, что приставочный способ не вызывает у вас никаких затруднений, и мы идем дальше, к следующему способу, который является суффиксальным. Этот способ очень востребован в словообразовании наречий, и в основном суффиксальным способом образуются наречия от прилагательных и числительных. Как-то так исторически сложилось, как любят говорить. Первая группа наречий – это наречия с суффиксами «О» или «Е». Они очень часто образованы от прилагательных, реже от местоимений. И мы должны помнить, что самым важным оказывается тот суффикс, который ставится на конце. Вот смотрите, «радостный», «радостно», «О» – это не окончание, это суффикс. Мы помним, что наречия не изменяются. Следовательно, последняя буковка или последней буковки – это всегда будет суффикс. «Внятный», «внятно», «внутренний», «внутренне», «скрипучий», «скрипуче». И мы понимаем, мы почувствовали уже, почему, в каких случаях пишется буква «О», в каких случаях пишется буква «Е». Суффикс «О» используется, когда у нас основа твердая, посмотрите, «ЫЙ», «ЫЙ» и пишется суффикс «О». Суффикс «Е» пишется в тех случаях, когда у нас основа мягкая. Это когда в прилагательном окончание «И», ну или после шипящих. Очень часто бывает мягкая основа, внутренне скрипучая. Я думаю, что это не вызывает у вас трудности. И вот, например, слово «неприятно», о котором я сегодня уже вспоминала. Обратите внимание, мы, конечно, можем отбросить приставку, и у нас получается слово «приятно», правда? И, казалось бы, это префиксальный способ, но мы помним, что наречия с суффиксами «О» и «Е» всегда образуются от прилагательных. Значит, исходным словом для наречия «неприятно» оказывается прилагательное «неприятный». И мы понимаем, что указанное наречие образовано все-таки суффиксальным способом, а не приставочным. Я надеюсь, что я вас не запутала, и все это кажется понятным. Если вдруг кто-то что-то недопонял, то, пожалуйста, задавайте в чате вопросы. Итак, мы идем с вами дальше в суффиксальный способ, во вторую группу наречий. Это наречие с суффиксом «И». Чаще всего они образованы от прилагательных, даже, не побоюсь этого слова, всегда образованы от прилагательных. Ну, давайте посмотрим на примеры. Сатирический. Описать как? Сатирический. У нас окончание «И» отсекается, основа «сатирическ», и к этой основе прибавляется суффикс «И». «Комический», «Комический», «Мастерский», «Изготовить мастерски». Вот обратите внимание, да, «Мастерски», ударение падает, «Да нельзя», «Мастерски». Я специально поставила ударение на слайд для того, чтобы вы увидели, как оно ставится правильно. Возможно, вы уже знаете, какое там ударение правильное, но в этих словах очень часто делают ошибки. Говорят «Да нельзя» или «Донельзя» или «Мастерски», а это является ошибочным ударением, все-таки правильно «Донельзя» и «Мастерски». Итак, следующий суффикс характерен для наречий, которые образованы от имен числительных. И это суффикс «ЖДЫ». При этом числительные должны быть обязательно количественными. Один, два, три, четыре. Ну, как правило, пять, шесть, семь не образуют в современном языке. Наречие нам странно бы звучало «Пятижды», «шестижды», «семижды». Конечно, такие формы когда-то бытовали в языке, но вот они ушли со времени. Вот это «ЖДЫ» на самом деле – это кусочек однокоренного слова, восходящего к «ЖДЫ», 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 извините, я плохо произношу, да, «ЖДЫ», а однокоренное к слову «шедший». И в результате исторических изменений, в результате утраты сверх кратких звуков, да, там когда-то писался ель после ша, да, соответственно, в результате исторических изменений, падение редуцированных, ой, это страшные слова, я не буду об этом рассказывать вам. Если вам интересно, вы сами можете посмотреть, благо информация сейчас доступна. Так вот, в результате изменений вот это «ЖДЫ» превратилось в «ЖДЫ», и теперь оказывается суффиксом, да, «однажды», «два» – «дважды», «три» – «трижды», «четыре» – «четырежды». Это, конечно, в современном русском языке – это суффиксы. Когда мы хотим сказать больше четырех, да, мы сталкиваемся, безусловно, сталкиваемся с трудностями «Десятижды», ну, достроить мы можем все, что угодно. Итак, мы с вами идем дальше, и, конечно, я вас не могу оставить без заданий, да, мое любимое задание. Вот сейчас мы с вами попробуем определить, каким способом образованы наречия. Сейчас у нас только два способа в работе – это префиксальный способ и суффиксальный способ. Поэтому мы сейчас можем написать цифру 1, 2, 3, да, и написать «суфф», «прист», да, сократив название способа словообразования. Пожалуйста, я жду ваши ответы, буду очень-очень им рада. Я знаю, что вы у меня активные. Постарайтесь все сразу вместить в одно сообщение для того, чтобы я видела. Оттуда послезавтра товарищески. Специально выбрала не самые сложные слова. Для того, чтобы вы сразу, сходу, так, вижу, вижу, много-много правильных ответов. Вижу сокращение до одной буквы. Мне это в голову не пришло. Это даже удобнее. Давайте посмотрим на правильные ответы. Я думаю, что все, кто хотел, уже написали. Я вижу, что никто в чате уже не пишет. Итак, друзья мои, вот смотрите, оттуда приставочный способ послезавтра. Слово «послезавтра» в этом ряду оказывается самым сложным, на мой взгляд, потому что действительно этот способ можно определить как приставочный, а можно определить как сращение. Об этом мы поговорим чуть позже. Но не страшно, если вы его определили как приставочный. Товарищески. Здесь у нас суффикс. Ой, ребята, извините, пожалуйста, я неправильно выделила суффикс. Взяла больше, чем нужно букв. Здесь только суффикс «и». Низки. «Еск» здесь отдельный суффикс, и это суффикс, который должен был выделить. Вы знаете, что у меня такое бывает. Иногда я беру больше, чем нужно, и рука дергается не в ту сторону. Потом я забываю исправить. Как помним, у наречия окончаний нет. Попробуем еще. Попробуем еще. Предлагайте. Напомню, окончанию на речи нет, потому что это неизменяемая часть речи. Мы опять видим сложное слово. Так. 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 Ну, давайте посмотрим. А еще печатаете вы, я вижу. Да. И недаром появился знак вопроса на цифре 2. Здесь тоже не все так просто. С одной стороны, да, слово коротко. Безусловно, суффиксальный способ, наречие на «о», это всегда суффиксальный способ образования от предлагательных. Позавчера. Вот слово «позавчера» тоже можно определить двумя способами. Либо это сращение, то есть предлог «поза», устаревший предлог «поза» и слово «вчера». Либо это приставочный способ. Те, кто определил как приставочный, тоже не страшно, это нормально. Никогда. Это приставочный способ. Итак, мы с вами идем дальше и переходим к приставочно-суффиксальному способу. При приставочно-суффиксальном способе у нас к основе прибавляется сразу и суффикс, и приставка. А недаром он так называется. Вот первая группа наречий образована от существительных, да, при помощи одновременного присоединения приставки и суффиксов. Вот посмотрите. Вверх – сверху, начало – в начале, нутро – изнутри, век – вовеки, даль – вдали. И, безусловно, да, здесь как раз мы говорим о том, что есть приставка и есть суффикс, поэтому это приставочно-суффиксальный способ образования. Следующая группа наречий образуется от кратких форм прилагательных, что характерно. Это были формы прилагательных среднего рода, и образуются они при помощи приставки из или из, да, приставка, которая изменяется по глухости, звонкости, приставки до, приставки с. И суффикса а. Посмотрите. Далеко – издалека. Косо – искосо. Сухо – досухо. Лево – слева. И, естественно, да, мы понимаем, что когда-то это были краткие формы прилагательных. Еще от кратких форм прилагательных тоже среднего рода образуются наречия с другими приставками. Приставка в, приставка на, приставка за и суффикс о. Посмотрите. Право – вправо. Лево – налево. Просто – запросто. Вы сейчас скажете, но как же мы отсекаем приставку, у нас получается слово «право», «лево», «просто». Такие слова существуют. Почему же это приставочно-суффиксальный способ? А, ребята, это приставочно-суффиксальный способ потому, что у нас в словах «право», «лево» и «просто» исторически, как в краткой форме прилагательных, «о» – это было окончание, а не суффикс. И, соответственно, когда слово превратилось, образовалось в качестве наречия, это моментально стало суффиксом. Но вот с этими приставками и с этими суффиксами существует одно орфографическое правило. Наверняка вы о нем слышали. Конкретно. После приставок «из», «из» до «с» мы пишем суффикс «а». После приставок «в» на «за» мы пишем суффикс «о». Но, как я знаю, люди не очень любят учить правила, поэтому я вам предлагаю хороший способ, который вам позволит избежать ошибок при написании этих наречий. Вы можете использовать подстановочное слово «окно». Я очень благодарна тому человеку, который впервые придумал использовать это слово в качестве проверочного для написания этих наречий. Посмотрите, как оно работает. Вот в слове «издавна» нам нужно поставить конечную гласную. Мы не знаем, какая это буква. Ну, вот так сложилось. Тогда мы образуем сочетание из предлога и существительного и смотрим, какое окончание у этого существительного. Из окна. Если окончание «а», то я пишу суффикс «а». Наглухо. На окно окончание «о» и я пишу в наречии суффикс «о». Удобно, правда? И не нужно учить приставки. Ну, мы, конечно, должны иметь представление, как это наречие выглядит для того, чтобы применить правила. Но не обязательно учить соотношение приставок и суффикс. Можно просто использовать подстановочное слово «окно». Ну и, конечно, обратите внимание на приставку «из из». Я, к сожалению, забыла об этом сказать вовремя. Я немножко вернусь на предыдущий слайд. Посмотрите, пожалуйста, «из» пишется, когда после приставки идет звонкий согласный. «Из» пишется, когда после приставки идет согласный глухой. Ну и, соответственно, да, это общее правило для написания приставок, которые чередуются по глухости-звонкости. Ну, а мы с вами, запомнив слово «окно», запомнив, как оно работает, мы попробуем сейчас расставить окончание в следующих наречиях. Нам нужно выписать номера только тех наречий, в которых на месте пропуска пишется суффикс «о». Вперед, друзья! Шагнуть влево, справа обгоняет грузовик, уйти засветло, переписать набело. Подставляйте слово «окно» и пробуйте. Иногда сочетания бывают очень чудаковатые, но вас это не должно смущать, вас интересует только окончание. Вставляйте приставку как предлог и смотрите на окончание. Вот я вижу уже правильные ответы. Так, давайте проверим. Жду последние ответы. Итак, ну, проверяем, друзья мои. Проверяем. Посмотрите. Шагнуть влево, в окно. И, соответственно, у нас суффикс «о». С окна, в слове справа пишем суффикс «а». Уйти за окно. Окончание «о» в слове, значит, суффикс «о» и переписать набело. На окно, соответственно, ставлю суффикс «о». Правильный ответ – 1, 3, 4. Мне кажется, что это достаточно удобно, проверочное слово использовать. Ну, попробуем еще. То же самое, но нам нужно выписать номера на речи, в которых на месте пропуска пишется суффикс «а». Пожалуйста. Изредка интересоваться, начать заново, засидеться допоздна, наскоро перекусить. Так. Подставляем слово «окно», проверяем себя. Итак, ну давайте посмотрим, какой же здесь правильный ответ. Я вижу, что правильных ответов уже очень-очень много. Это значит, что вы разобрались с механизмом, как это работает. Итак, из окна, то есть изредка пишу суффикс «а», за окно пишу букву «о», допоздна пишу суффикс «а», до окна, и на окно пишу суффикс «о». Ну, поставьте плюсик, для кого эта информация была полезна, чтобы я знала, сколько новой информации вы сегодня получили. Это всегда очень радует каждого преподавателя, приносит ему радость. Итак, мы идем с вами дальше и поговорим еще об одной очень продуктивной модели образования на речи. Это наречия, в которых одновременно присоединяется приставка «по» и суффиксы «ому», «ему» и суффикс «и». Давайте посмотрим, как это работает. У нас есть прилагательное «домашний» по-домашнему, «новый» по-новому, «приятельский» по-приятельски, «свой» по-своему, «всякий» по-всякому. Обратите внимание, эти наречия образуются чаще всего от прилагательных и местоимений. «Всякий», «всякий» – это местоимение. Обратите внимание еще и на другое. Они все пишутся через дефис. Вот эта маленькая черточка после приставки «по» называется дефисом. Не надо путать дефис с «тире». Дефис – это знак орфографии, «тире» – это знак пунктуации. То есть если вы ошибетесь и поставите, например, не поставите дефис, то учитель, преподаватель вынесет вам на поля вертикальную черту, которая обозначает орфографическую ошибку. А если вы ошибетесь в постановке «тире», то на полях окажется галочка, которая символизирует пунктуационную ошибку. Ну, на самом деле «тире» – это коротенькая черточка. Ой, извините, дефис – это коротенькая черточка, а «тире» – это черточка более длинная. «Тире» используется как знак пунктуации, дефис – как знак орфографии. Это называется дефисное написание. Вот эта группа наречий, которая образуется при помощи префиксально-суффиксального способа, всегда пишется через дефис. Вот обратите внимание, это огромная-огромная группа наречий, в которых есть приставка «по», и эти наречия оканчиваются на «ому», «ему», «цки». «Ски» и мягкий знак «и». Они всегда пишутся через дефис. По-новому, по-моему, по-русски, по-казацки, по-зайчьи. Это всегда необходимо помнить, потому что очень часто распространены ошибки, когда дефис не ставится. И согласитесь, когда дефис не поставлен, это сразу как-то бросается в глаза, простите за такую разговорную конструкцию. Еще одной продуктивной моделью образования наречий приставочно-суффиксальным способом является образование наречий от прилагательных при помощи приставок «в» и «на» и суффикса «ую». Здесь логика такая же, как в наших словах, «право», «лево», «справо», «слево» и так далее. Посмотрите. «Темный» – сыграть в темную, «сухой» – разгромить в сухую, «рукопашный» – драться в рукопашную, «прямой» – идти напрямую. Обратите внимание, они все пишутся слитно при условии, что после вот этой приставки, после приставки идет согласный звук. Например, слово «в открытую» будет писаться раздельно. Обратите внимание еще на тот факт, что «ую» – это не окончание, у наречия окончания нет. «ую» – это суффикс. Когда-то действительно это была падежная форма, «в темную», мы можем оторвать приставку, сделать словосочетание. Например, «в темную ночь ничего не видно». И, соответственно, мы понимаем, что когда-то «темная», «темную» – это была форма винительного падежа, от прилагательного. Но теперь это стало наречием. «Сыграть как?» – «в темную». Слово не изменяется, отвечает на вопрос наречия и обозначает образ действия. Так вот, как я уже сказала, эти наречия пишутся слитно, если после приставки идет согласная буква. Исключение. На мировую, на боковую, пойти на попятную. Ну и если идет гласный звук, например, в открытую, будет писаться раздельно. Теперь мы с вами попробуем определить способ словообразования на речи. Здесь я уже набрала три способа, то есть префиксальный, суффиксальный и приставочно-суффиксальный. Пожалуйста. Тут пять слов. Постарайтесь все пять вместить в одно сообщение. Не спешите. Немножко посложнее, конечно, я понимаю. Для того, чтобы определить способ словообразования, вам нужно подумать, от какого слова образовано и посмотреть, какие части прибавляются. Так. Напоминаю, при приставочном способе вы убираете приставку и у вас получается нормально существующее слово. То есть никакой непонятной формы у вас быть не может. А если вы отсекаете приставку и у вас получается какая-то карказябра, то значит, вы что-то сделали неправильно и здесь будет другой способ словообразования. Так. Я вижу, пошли ответы. Вижу и правильное, и... Не совсем правильный, но правильный большей частью. Молодцы. Так. Хорошо, друзья, проверяем. Проверяем. Урок, к сожалению, имеет свои границы. Так. Ну, жду последний ответ. Я вижу, кто-то пишет. Не хочу, чтобы ваш труд пропал. Хорошо. Итак, давайте посмотрим теперь. По-женски. Мы говорили о том, что наречие, образованное при помощи приставки по и суффикса... Вот опять я выделила ски. А здесь на самом деле будет суффикс и. Так вот. По-женски образованно от прилагательного женский. Да, и, соответственно, здесь будет приставочно-суффиксальный способ. Одновременно присоединяется приставка по и суффикс и. Творческий. Суффиксальный способ образованно от прилагательного творческий. Привычно. Суффиксальный способ образован... Это слово образовано от прилагательного привычный. Налегке. Если мы отсечем приставку, у нас получится слово легке. Такого слова в современном русском языке нет. Поэтому мы можем утверждать, что это слово образовано приставочно-суффиксальным способом. Ну и последнее не жарко. Отсекаем приставку не. Получаем слово жарко. И понимаем, да, что здесь у нас способ приставочный. Так. Нет, ребята. Нет, ребята. Не приставочный здесь способ. Не приставочный здесь способ. Хоть бы кто-то поправил. Жарко-не жарко. Я думаю, что здесь не жарко будет образовано от прилагательного, не жаркий, суффиксальным способом, друзья мои. Суффиксальным способом. Но здесь, честно говоря, я не знаю, чем я руководствовалась, когда написала приставочный способ. Возможно, в этом была своя логика. Но я бы сказала сейчас, в данный момент, что здесь у нас суффиксальный способ. Вероятно, вчерашний вечер не прошел мимо меня. Итак, давайте еще раз попробуем. Будьте внимательнее меня, пожалуйста. Спасибо. 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 Так. Итак, проверяем, друзья. Проверяем. С высока. Как мы понимаем, это наречие образовано от слова высоко или высоко при помощи приставки и суффикса. Поэтому первое слово образовано приставочно-суффиксальным способом. Насквозь. Отбрасываем приставку, получаем слово сквозь, пройти сквозь двери, например, и понимаем, что это приставочный способ. По-другому. Слово образовано от пестоимения другой при помощи приставки по и суффикса ому. Приставочно-суффиксальный способ. Четвертое. Однажды. Мы знаем, что здесь суффикс жды, и это способ суффиксальный, и несложно. Это тоже суффиксальный способ, потому что образовано от прилагательного несложный, а при помощи суффикса о. А мы с вами идем дальше, к следующему способу. Это способ называется сложение. Тоже морфологический способ. Сложение у наречий может реализовываться двумя способами. Во-первых, могут соединяться одинаковые корни, одинаковые слова, еле-еле, чуть-чуть, и они будут писаться через дефис всегда-всегда. То есть если у вас корень без изменения повторяется, то это слово всегда пишется через дефис. Вторая группа слов предполагает добавление какого-то суффикса или какой-то приставки к одной из частей. Но здесь у нас частичное сложение с добавлением суффикса или приставки. Это тоже продуктивные модели. Очень часто мы можем слышать такие слова или читать их. Первонаперво, белым-бело, волей-неволей, черным-черно, полным-полно, строго-настрого запретить. И такие формы тоже пишутся через дефис. Тоже пишутся через дефис. Еще один способ, о котором мы сегодня вспоминали, это уже не морфологический способ, это уже вторая группа способов. Это слияние или сращение. При таком способе два слова, когда-то существовавших по отдельности, соединяются, сливаются, сращиваются без изменения формы. Например, когда-то сегодня состояло из двух слов «сего дня». Слово «сего» – это указательное местоимение, то есть этого дня. И получается наречие «сегодня». «Сей час» – логика та же самая. Указательное местоимение «сей», то есть этот, и слово «час». Но не совсем то значение было у этого слова. Когда-то оно означало просто обобщенное слово «время». Ну и «тот час» – тоже указательное местоимение. И мы видим наречие «сейчас» и «тот час». Я думаю, что это несложно и понятно. И последний способ словообразования на речи – это переход из одной части речи в другую. Переход – это очень интересный способ. При нем слово переходит в другой лексико-грамматический класс. То есть, допустим, сначала оно было существительным, потом оно превратилось в наречие и приобрело и значение другое, и другие грамматические характеристики. Вот переход возможен во всех частях речи, кроме глагола. Глагол не предполагает перехода. Этот способ образования слов наиболее характерен для прилагательных. Мы знаем слова, например, «больной», «ученый». Больной сидит, ждет приема у врача. Ученый совершил открытие, сделал открытие. И мы понимаем, что кто ждет приема у врача? Больной. То есть, это существительное. Кто сделал открытие? Ученый. И это явно не прилагательное, а существительное. Ну, вот такой способ образования существительных от прилагательных называется субстантивацией, субстантивированные прилагательные. А нас сегодня будет интересовать другой процесс, так называемая адвербиализация, то есть превращение каких-то частей речи в наречие, то есть переход части речи в класс наречий. И, естественно, эти слова попадают в класс наречий без изменения. Давайте посмотрим, как же это происходит. Вернуться когда? Зимой. У нас было существительное в форме творительного падежа зимой. И, соответственно, в данном случае мы видим, что перед нами совсем не существительное, а наречие. Пуститься как? Бегом. Это тоже форма творительного падежа, слово бег. Но мы понимаем, что в данном случае перед нами не существительное, а наречие. Идти как? Шагом. Было слово шаг. Шагом – это его творительное, форма творительного падежа. И, соответственно, мы снова видим, что это не существительное, а наречие. Читать как? Каким образом? Задаю я вопрос сейчас, лежа или сидя. Но мы видим по форме, что когда-то эти слова были деепричастиями. На самом деле эти слова, лежа, сидя, шутя, молча, спеша, они еще не до конца перешли в класс наречий, потому что иногда мы можем их встретить в качестве деепричастия в предложении. Это происходит тогда, когда у них появляются зависимые слова, и они обозначают действия. В данном случае, лежа и сидя, они не обозначают какое-то активное действие, они обозначают образ действия. Например, я люблю читать лежа или я люблю читать сидя. Как? Каким образом я люблю это делать? Это единственный вопрос, который мы можем задать. Ну и последний пример – слушать как, каким образом, молча. Это то же самое, о чем я сейчас рассказывала. Итак, мы сегодня с вами познакомились с разными способами образования наречий. Я надеюсь, что я вас не запутала, но у меня еще на сладенькое осталось немножко интересных примеров. И сейчас я с вами ими поделюсь. Вообще интересно рассматривать происхождение наречий, изучать, как они появились, так как многие из наречий сохранили в себе вот те старые-старые формы, которых уже нет в современном русском языке. И когда мы начинаем пробираться вглубь слова, смотреть, от какого слова они образованы, иногда язык разворачивается совершенно, поворачивается к нам совершенно новой стороной. Мы по-новому можем посмотреть на язык. Ну давайте посмотрим на первое слово, на первое наречие, это из-под тишка. Это мое любимое наречие. У него самая интересная, наверное, история. Когда-то в русском языке существовало слово «тишок» в значении «тишина», «спокойствие». И из-под тишка, из-под чего? Это форма родительного падежа единственного числа. Когда-то это было сочетание предлога и существительного. Из-под тишка. Потом эти части соединились. Приставка, часть предлога «из» превратилась в приставку «из», оглушилась под воздействием последующего «п». И, соответственно, появилось такое странное слово «из-под тишка». Ну, вначале оно имело значение делать что-то медленно, не спеша, спокойно. Но в процессе развития языка приобрело иное значение. Делать что-то скрытно, тайно. Например, из-под тишка посмеиваться. И, как правило, из-под тишка в русском языке имеет такой негативный оттенок. Ну, из-под тишка посмеиваться. Разве это хорошо над кем-то? Это, конечно, безусловно, плохо. Следующее наречие – это «чересчур». Слово «чересчур» очень ошибкоопасное, потому что конкретно вот эту букву «с» почему-то постоянно меняют на букву «з» и пишут «через чур», а это неправильно. «Через» в данном случае – это уже приставка, которая по правилу глухости-звонкости перед глухим «ч» пишется буква «с». Поэтому «чересчур» и, конечно, это наречие пишется слитно. Но когда-то это тоже было два слова. Предлог «черес» и слово «чур» в значении «край», «рубеж», «черта». И потом эти два слова соединились и превратились в одно наречие «чересчур», которое вызывает трудности в написании. Пожалуйста, не ошибайтесь. Помните, что там пишется буква «с». Еще немного наречие «дотла». Возможно, вы его слышали, используете, читали, видели его в каких-то книгах, прочитывали. Итак, «дотла». Изначально «тло» – это почва, пол. И «дотла» в изначальном своем, простите, значении «дотла» означало «до основания», «до пола», «до дна». То есть «до», в прямом значении «до пола», «до дна». Например, «выгорит дотла», то есть «до основания». Ну, а теперь, когда у нас образовалось наречие «дотла», которое пишется слитно, наречие имеет значение полностью окончательно. То есть нет уже вот этого прямого значения «до основания», но мы его можем использовать в другом значении. Еще два слова, тоже милые моему сердцу, это «пешком» и «мельком». Ну, разберемся с первым. Это «пешек» в значении «пешеход». Это было существительное, и, соответственно, «пешком» – это была падежная форма, конкретно форма творительного падежа единственного числа. То есть как бы идти пешеходом, своими ногами. Ну, и когда слово превратилось в наречие «пешком», мы понимаем, что это означает не ехать на машине, не ехать на автобусе, а идти своими ногами. Ну, безусловно, мы в современном языке видим однокоренное к наречию «пешком» – это слово «пеший» или «пешеход». Еще одно слово – это «мельк», «мельком». Слово «мельк» означало в древнерусском языке «миг, мгновение». То есть то, что происходит очень-очень быстро. Ну, и «мельком», как мы видим, тоже форма творительного падежа, которая превратилась в наречие. Адвербиализовалась. И, соответственно, сейчас мы используем «наречие мельком» на короткое время бегло, мельком взглянуть, мельком прочитать, что-то такое быстро сделать. Еще, если вы не устали, еще есть у меня слова, но я думаю, что это, наверное, кому-то интересно. Это «шиворот на выворот». «Шиворот на выворот» – это очень, скажем так, наречие, у которого грустная история. Дело в том, что «шиворотом» назывался такой дорогой, расшитый боярский «воротник». Один из таких статусных элементов одежды. И в Московской Руси, когда правил Иван Грозный, был придуман такой способ… Это даже не казнь, это, скорее, общественное порицание. Когда вельможа в чем-то провинился, его сажали спиной на какую-нибудь тощую лошаденку, такую на тощую клячу, причем задом наперед, то есть спиной к голове, и на него надевали одежду наизнанку. То есть «шиворот», «воротник» был с другой стороны, как бы на выворот, то есть наизнанку. И таким образом этого вельможу, этого боярина водили по городу под крики толпы. Но не совсем приятная, наверное, была ситуация для всех, для вельможи в первую очередь, но тем не менее. «Шиворот на выворот» – это сделать что-то наоборот. Теперь этого значения уже, конечно, нет. Ну и слово «мимохода». «Мимоход» – это проходящий мимо прохожий, странник. И, соответственно, «мимоходом» – это форма творительного падежа, которая превратилась в наречие. На этом я с вами прощаюсь. Извините, я вас задержала на целую минуту. Но надеюсь, сегодняшнее занятие не прошло для вас даром, и вы для себя что-то новое узнали. Желаю вам всего самого доброго и надеюсь на встречу через неделю. До свидания, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!